Добрый день! В эфире выпуск городских новостей и с вами с места событий Владимир Горжонко. Поскольку в Канаде продолжают бушевать лесные пожары, на этой неделе штат Нью-Йорк снова выпустил предупреждение о снижении качества воздуха в пяти районах. Предупреждение поступило через несколько недель после того, как в городе было зафиксировано самое плохое за 21 год – качество воздуха. В среднем индекс качества воздуха составил около 101 пункта, что считается достаточно нездоровым для чувствительных групп населения. Хотя штат не советовал жителям Нью-Йорка оставаться в помещении, им тем не менее рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении напряженной физической активности на открытом воздухе, с тем, чтобы снизить риск неблагоприятных последствий для здоровья. К счастью, условия были гораздо менее суровыми, чем в начале этого месяца, когда индекс качества воздуха превысил 400 единиц. Тем не менее, по имеющимся данным, МТА бесплатно раздает маски N95 на ряде станций метро, Лонг-Айленд-Рейлроуд и Метро-Норс-Рейлроуд, включая Пен-Стейшн и Гранд-Централ-Терминал. После получения окончательного одобрения от федерального правительства, на этой неделе председатель и главный исполнительный директор МТА Яна Либер заявил, что планы по введению платы за проезд в Манхэттен уже воплощаются в жизнь. Как я уже сообщал, в начале этой недели Федеральное управление автомобильных дорог окончательно одобрило предложение о взымании платы с водителей за въезд в Манхэттен ниже 60-й улицы. Плата за проезд направлена на получение 15 миллиардов долларов для капитального плана МТА. Либер заявил, что у контрактной компании Транскор будет 310 дней, то есть около 10 месяцев для установки механизмов взымания платы в зоне ценообразования в Манхэттене, отметив, что водители могут ожидать, что сборы начнутся весной 2024 года. МТА еще не определила размер платы, но рассматриваются суммы в диапазоне от 9 до 23 долларов в день. Чиновники надеются, что плата за проезд принесет 15 миллиардов долларов на капитальный план МТА, а также уменьшит заторы на дорогах и улучшит качество воздуха, а кроме того финансирует улучшение городской системы общественного транспорта. Законодательное собрание штата приняло этот закон еще в 2019 году, но программа столкнулась со значительными задержками и окончательно была одобрена только в понедельник. Однако этот план остается непопулярным среди жителей пригородных районов за пределами Манхэттена, в Нью-Джерси и округах к северу от города. Обвиняемый в убийстве в метро бездомного Джордана Нилли не признал себя виновным. 24-летний Дэниел Пенни не признал себя виновным по одному пункту обвинения в непредумышленном убийстве второй степени и одному пункту обвинения в убийстве по неосторожности. Как известно, 1 мая Пенни удушил 30-летнего психически больного Нилли на полу вагона метро. Пенни заявил, что действовал, чтобы защитить себя и других. Сегодня Дэниел Пенни заявил о своей невиновности в уверенности, что присяжные в конечном итоге согласятся, вынося ему оправдательный вердикт по всем пунктам обвинения, сказал один из адвокатов Пенни. Но Дэниел Пенни будет не единственным, кого судят. Под судом находятся также и права и обязанности защищать себя и других. Ну а мне лично кажется, что в первую очередь в смерти Нилли виноваты городские власти, выпустившие психически больного человека из лечебницы, а также и скорбящая о нем семья, не проявившая должной заботы о несчастном. Ожидается, что Пенни снова предстанет перед судом 25 октября. Стремясь бороться с постоянной проблемой с крысами в нашем городе, власти ввели новые правила, требующие, чтобы почти четверть предприятий в пяти районах выбрасывали мусор в контейнеры, а не в мешки. Департамент санитарии предложил изменить правила в мае, и на этой неделе оно было официально одобрено мэром Эриком Адамсом и комиссаром по санитарии Джессикой Тиш. Раньше Нью-Йорк был известен своими грязными улицами, но в будущем все изменится. Сегодня мы делаем гигантские шаги к этой цели, объявляя о новых правилах контейнеризации мусора в нашем городе, которые после окончательного утверждения охватят 25% предприятий и приведут к тому, что 4 миллиона фунтов мусора каждый день будут выбрасываться в безопасные контейнеры, заявил Адамс. Новые правила применяются к предприятиям, занимающимся утилизацией пищевых отходов, включая рестораны, гастрономы, продуктовые магазины и винные погреба. Согласно новым правилам, предприятия смогут выбирать тип контейнеров, которые они используют, при условии, что у них есть безопасные крышки, препятствующие проникновению крыс. Согласно пресс-релизу, эти контейнеры можно хранить в помещении или в пределах 3 футов от границ собственности. Планируется, что изменения в правилах вступят в силу 30 июля. В этом году законодатели штата Нью-Йорк в очередной раз отказались продвигать меру, которая позволила бы предоставлять помощь при смерти людям с неизлечимыми заболеваниями, то есть легализировать эвтаназию по медицинским показаниям. Сторонники утверждают, что эта мера обеспечивает утешение пациентам, а также членам семей людей, которые испытывают сильную боль в конце своей жизни. Целевая группа коллеги и адвокатов поговорит с экспертами и изучат, как другие штаты и страны решают положение о помощи умирающим. В рекомендациях также будет рассмотрено влияние введения эвтаназии на работников здравоохранения, домов престарелых и исправительных учреждений. В этом году миллионы американцев планируют отправиться в путешествие на 4 июля, что, по прогнозам компании ААА, будет означать рекордные пробки на дорогах в День независимости. Автоклуб прогнозирует, что более 50 миллионов американцев, что как минимум на 2 миллиона больше, чем в прошлом году, в эти праздничные выходные проедут 50 или более миль, превзойдя предыдущий рекорд выходных 4 июля в 49 миллионов путешественников, установленный в 2019 году. Если вы за рулем, по возможности избегайте ездить сегодня. ААА сообщает, что 30 июня – самый сложный день на дорогах. Время в пути увеличится почти на 30% в наиболее загруженных районах. Если же вы путешествуете по воздуху, то проверьте статус своего рейса на flightaware.com, поскольку аэропорты также будут перегружены. В этом году сезон летних путешествий начался непросто. По данным Федерального авиационного управления, тысячи авиапассажиров столкнулись с задержкой или отменой рейсов в прошлые выходные и в понедельник, поскольку на Среднем Западе и Восточном побережье США бушевали грозы, а технические сбои способствовали сбоям в работе авиакомпаний. Это был выпуск городских новостей. И с вами с места событий специально для телеканала RTN был Владимир Горжонко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин